По архитектуре видно, что замок, да, и что тут и сауны были, бани, точнее, никуличевские, и что тут и привидения обвитают. Ну, башни, щипцы вот эти высокие, которые покрыты в шашечку железом, воронки ажурные, достаточно красивые. Ну, вообще, кирпичная архитектура. И в Устье, вот там еще есть училище промышленное, тоже построено на деньги Никуличева, оно тоже отличается таким богатым орнаментом, но все-таки дом Никуличева более богат по декору. Но, скорее всего, строил его не он, а его один из трех сыновей. Купец Никуличев, он сбывал свой товар не только, точнее, он в меньшей степени его сбывал в Вологодской области, у него было свое пароходство, то есть три парохода. И они плавали вплоть до Англии и в Париж. Недаром тут гостиница Париж через дорогу. Вот, и, наверное, все-таки человек посмотрел, побывал в Европе и захотел построить себе нечто подобное. Есть и другая легенда. Вот там есть дом Цукермана, другого купца. Если мы с той стороны посмотрим, он тоже достаточно обильно украшен декором. А все-таки Цукерман был масштаба поменьше, чем Никуличев. А тот дом был построен первым. Никуличев мог то ли возмутиться, то ли... Хотел его перещеглять. Хотел его перещеглять, да, как везде пишут, перефорсить. И вследствие этого построил такой дом. К сожалению, дом не так долго принадлежал его законным владельцам. Его очень быстро национализировали во время, после революции. И он почти сразу перешел в собственность государства. Здесь был колхоз. В итоге, на момент покупки, он уже был в собственности у Вологодского картофеля, которое его и продало. Дом включили в реестр памятников архитектуры. Им, может быть, не очень нужно было им заниматься в той мере, в котором им нужно заниматься. Я следил только три последних года, когда я делал два года назад свою магистерскую работу по Устью. И в том числе дом попал как бы в поле исследования нашего. И тогда я его приметил. Вообще, у меня родом отец из Устья. И я тут часто бывал, и, естественно, дом на виду, и я про него знал. Но вообще, когда я делал свою работу исследовательскую, магистерскую, и когда я его изучал, я еще думал, вау, какой красивый дом. И он пустой, вот уже три года. И вот бы там под старость лет его купить. А потом проходит полтора года, и я вижу его на Авито. За два миллиона рублей такой дом. Ну, понятно, что в нем много подводных камней, нужно вложить еще там 15. Но, как бы, я уже спокойно наблюдать не мог за этим объявлением. Ну, долго мы общались с продавцом. Много раз я сюда ездил, мы все выясняли, общались с реставраторами, консультировались. Вот, но в итоге сделку мы заключили. Под домом мог быть подвал. В доме Цукермана был подвал, и он постоянно был затоплен водой. То есть есть легенда, что когда у Цукермана дом отбирали, он открыл якобы там какие-то переборки, и вода с Кубины хлынула в подвал. И я боялся, что в доме Никульчева может быть та же ситуация. Но в итоге она частично подтвердилась. Мы нашли все-таки подвал. Не под всем домом, под четвертью дома. И там была вода. И мы ее долго откачивали. Но пока она не прибывает. Так как дом старый, там и на чердаке. Вот такой слой птичьего помета, который мы уже убираем больше месяца. Уже мы насчитали 3,5 тонны, и там еще осталось до процентов 20. Как видим, из-за водосточной системы, точнее из-за ее отсутствия, вот там и деструкция у кирпича пошла. Мы это должны все будем поменять и сделать водосточную трубу, и водостоки все восстановить. Именно из-за того, что он объект, очень трудно что-то быстро начать изменять. На один проект, я думаю, у нас уйдет вся зима. Мы уже как бы его начали делать с реставраторами. Ну, даже окна поменять я не могу. Даже вот разбитые стекла я без согласования не могу. Вот только единственное, что мы делаем, это внутри прибираемся, убираем птичий помет с чердака. Почти весь убрали. Ну, в интерьере там за светскую власть все было обшито ДВП, ДСП. Это, конечно, можно снять, потому что мы не нарушаем несущие стены. То есть мы сейчас, по сути, занимаемся его уборкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока у нас на первом этаже много мусора, потому что мы сверху его спускаем. Машину не каждый день удается вызвать. Уже пять машин вывезли, газиков огромных. Вот, но все равно мусор остается, и пока мы тут внизу особо ничем делаем. Ну, что можно сказать по первому этажу? Ну, самое интересное, это своды Маньея наверху. То есть это кирпичный свод по железным рельсам. Очень прочный, очень традиционный для Устья, для Вологды, для всего севера. Тут есть еще особняки, у них такие же своды. Ну, и в Вологде тоже есть. Вот, сохранилась и то переделана одна из пяти печей, которые были в доме, и стена с подогревом. Суть стены с подогревом в том, что дымоход из печи проходит змеей через стену, и тем самым, когда ты топишь печь, нагревается стена и более эффективно отапливается дом. Вот мы нашли один котел, он довольно старый, но все равно уже электрический, потому что вот те штучки в кругляше, это тены нагревательные. Вот, им отапливали дом, то есть нагнетался теплый воздух. На чердаке стоял бак большущий, который в итоге потек, и из-за этого обрушился потолок. Но, тем не менее, вода поступала на чердак, а потом по трубам, по радиаторам спускалась медленно вниз, обратно в котел, и он опять его поднимал. Это, наверное, середина 20 века, или первая половина 20 века. Мы нашли в доме подвал, а в этом подвале мы нашли коммуникации древние, такие большие трубы, либо канализационные, либо водопроводные, в которые из помещения в эту трубу есть четыре ввода больших. То есть, скорее всего, это были сливы, то ли с душевых, то ли... То есть, легенда про никулические бани, она, скорее всего, как бы не легенда. Вот это следы от голландской печи, которая, вероятно, обогревала это помещение сауны. Было вот только одно окно. Вход был здесь, он сейчас заложен, в советское время его заложили. Вероятно, люди, да, заходили сюда, тут переодевались, раздевались, я не знаю, а уже в этой зоне мылись. Там было завалено землей, потому что через это окно в советское время провели водопровод, и здесь была дыра, и каждый дождь сюда заливалась и подавала вода. Двери оригинальные, ну, точнее, с момента постройки дома, и они стеклянные были. То есть, вот это стекло. Вначале мы думали, что это просто, в советское время фанерку вставили, но потом краску очистили и увидели, что здесь стекло. Вот эта печь у нас с изразцами, скорее всего, это рыбинские изразцы рыбинского комбината, очень распространенные в Лагонской области, но ее тоже успели попортить. Вот эту вьюшку, которая для самовара использовалась, видно, что она неродная. Вот, и вот вверху мы видим душник и холодильник еще у печки есть. И когда печь только начинает топиться, она холодная, чтобы ускорить прогрев помещения, в печи же внутри уже тепло, и чтобы это тепло изнутри печи достать, наружу, здесь система, которая никак не связана с дымоходом. Холодильничек, это такая маленькая дырочка, отверстие внизу печи, в него поступает холодный воздух. Холодный воздух проходит через печь, и если мы откроем душник, он тут, то он, после того, как он нагрется внутри печи, он уже выходит в помещение и как бы дышит теплом. Пока печь разогревается, уже поступает теплый воздух. А подоконники каменные, для нас это очень необычно, такое открытие каменный подоконник, потому что мы не в Карелии, не в Питере. То есть, чтобы сюда привезти в Вологду, в Устье, что-то из камней цельного, это очень и трудоемко, и это нонсенс. Вот за той стеной есть еще один дом, дом купца Смолкина. Дом купца Смолкина был построен в первой половине 19 века, то есть он был построен раньше, чем дом Никуличева. А между ними, между домом Смолкина и домом Никуличева, есть хозпостройка кирпичная. И как бы она за этой дверью. Ну, тут в советское время был оборудован туалет, но опять же под обшивкой мы обнаружили дверь, которая с той стороны заложена кирпичом. Ну, вероятно, эти дома были связаны, и можно было свободно передвигаться. Вот и вот там еще слева это унитаза окно, через которое тоже можно попадать в соседний дом. Вот, вход в Нарнию, был какой-то просто, может быть, для прислуги какой-то проход, чтобы они могли печь, топить в обоих домах. Вот такая фурнитура, это мы нашли, по крупицам собрали этот макет, он был под 10 слоями краски. Да, мы его оформили в работающий макет, то есть все окна, они имели такие способы закрывания, открывания. На всех окнах, на втором этаже оно стояло. Даже сейчас, чтобы поставить такое большое окно, стекло, ну, это дорого. А уж тогда-то, в 20 веке, это было еще дороже. Но, наверное, опять же, имея свой стекольный завод, Никуличев решил, либо это была реклама, либо это опять же перефорсить. То есть вот эти большие окна, это, как бы для нас, такой способ, может быть, пиара, либо маркетинга с точки зрения Никуличева, продвижения своей стекольной продукции. И плюс они все очень интересны тем, что они открываются в разные стороны. То есть тут фрамунка открывается сверху, снизу, вверх, там фрамунка открывается слева направо, в той комнате сверху вниз. Короче, если их всех открыть, окна, тут они все будут такие. Ну, мы планируем, что это должно быть, так как это самый центр Устья, это должно быть что-то туристическое. То есть на втором этаже, вероятно, мы будем оборудовать какие-то апартаменты, может быть, в историческом стиле, может быть, в каком-то купеческом стиле, чтобы тут могли остановиться туристы, потому что Устья, как мы поняли, нигде нельзя остановиться. А первый этаж мы хотим, опять же, приспособить для... Или это будет какая-то сувенирная лавка с мастерской, либо это будет какая-то кофейня с террасой. Что конкретно будет, мы еще не знаем. Вообще, поучившись в Италии и поработав в реставрационной фирме, у них на практике, я понял, что сейчас в мире, ну, конечно, к России это еще только приходит, но в мире очень много экономичных, реставрационных способов уже людьми исследовано и разработано, и поэтому мы здесь будем стараться применять экономичные варианты реставрации, которые этот дом, его идентичность помогут выявить и сохранить. Ну, то есть, например, вместо того, чтобы штукатурить, снимать все со стен и штукатурить их заново, мы можем их просто почистить и оставить как есть. Допустим, вот этот потолок, его как бы можно либо перебрать полностью, все балки, счистить всю штукатурку, либо просто почистить, укрепить покрытие, чтобы на голову ничего не свалилось, и оставить как есть. То есть, вот этот подход, и мы, как бы, нам будет видно и то, что было раньше, то есть мы не испортим, не нарушим идентичность и сохраним вот от духа старины и деньги сэкономим. Я много поездил, вот эта архитектура необычная, она прямо сильно трогает меня, тем более как архитектора вдвойне. Вот. Поэтому я не мог сидеть спокойно и смотреть, как он на Авито продается. Авито продается.